Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте! В ближайшие 20 минут мы вам расскажем. В САТПАЕМ назначен новый Аким. Повсеместная приборизация. Корреспонденты Первого Карагандинского выясняли, по карману ли карагандинцам установка приборов учета тепла. Карагандинец, покоривший Италию, посетил родной город. ЧП в Жамбылской области. Вчера на перегоне Луговая Курагаты перевернулся товарный поезд. В результате аварии было приостановлено движение пяти пассажирских поездов. Случившееся коснулось и Карагандинскую область. Подробнее Нурила Туржан. В Карагандинском вокзале сотни пассажиров ожидают свой поезд. Ожидание затянулось. Некоторые не могли уехать более семи часов. Всему виной послужил товарный поезд, сошедший с рельса в Жамбылской области. Поезда по пяти направлениям были задержаны. Талгат Умаров еще в пять часов утра должен был отправиться в Кокшетау. На часах уже одиннадцать, а мужчина все еще в зале ожидания вокзала. С пяти утра сиди сиди. Ну объясняют, что на семь часов опаздывает и все. По техническим причинам, да. Ну почему именно? Ну кто объяснять будет? Сказали по техническим причинам и все. Как сообщают в Казахстан, темы Ржолы, причины аварии сейчас устанавливаются. На месте схода вагонов ведут работу два восстановительных поезда, прибывших со станции Шу и Жамбыл. Кроме того, в ликвидации ЧП задействована тракторная техника и краны. Там главная задача была открыть движение хотя бы по одному из двух путей. И она вчера к 22 часам была достигнута. Движение было открыто. Члены комиссии расследующие случившиеся предполагают, что причинами ЧП стали дефекты колесной пары вагона. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 295, ч. 4. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта. В Сатпаеве Новый Аким. Распоряжением Акима области Боржана Абдишева по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия городского маслехата на эту должность назначен Оскар Идрисов. Оскар Идрисов родился в 1975 году. Имеет два высших образования. По квалификации инженер-электромеханик и экономист. Кандидат экономических наук. С 1999 года на государственной службе. Имеет большой опыт работы в центральных государственных органах. Работал ведущим специалистом, затем главным специалистом Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса. С октября 2012 года до нового назначения Оскар Идрисов работал руководителем аппарата Акима Карагандинской области. Перед вновь назначенным городоначальником уже поставлен ряд задач. В том числе по развитию инфраструктуры города, малого и среднего бизнеса, укреплению продовольственной безопасности региона и финансовой дисциплины. В первую очередь вам необходимо держать на постоянном контроле реализацию комплексного плана развития городов Жизказгана, Садпаева и Улутавского района, а также программы по развитию моногородов. Все это должно быть сделано не для роста показателей, а для реального улучшения жизненаселения, как того требует глава нашего государства. Молочная фабрика «Натеже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натеже» с заботой о вашем здоровье. Повсеместная приборизация. В ближайшее время в домах шахтерской столицы будут установлены приборы учета тепла. Такая необходимость продиктована многомиллионными потерями компаний-слугодателей. Удовольствие это не дешевое. Наши корреспонденты выяснили, почем приборы для народа и покарманули карагандинцам такие счетчики. Батарея горячая, тепло. Но сколько будет это стоить нам, когда поставят приборы учета, мы не знаем. Зои Фомичевой 80 лет. Труженица тыла, инвалид третьей группы, живет в частном доме уже много лет. Недавно женщина провела центральное отопление. Топить печку зимой пенсионерке уже не позволяет здоровья. Теплу в доме не нарадуются. Вот только недавно женщине позвонили с теплотранзита. Сказали, что нужно обязательно устанавливать счетчик. Всем послали уже, кто и раньше подсоединился, всем послали уведомления. О повсеместной приборизации местные власти и монополисты говорят уже много лет. Стоит прибор учета вместе с установкой порядка 300 тысяч тенге. Многоквартирному дому осилить такую сумму еще возможно. А как бы частному сектору, да еще и пожилым людям, когда пенсия едва превышает 35 тысяч тенге. Не могу. Я и Липанов сказала, что я не могу эти счетчики поставить. Не могу. У меня нет средств. Я живу в этом месте. Я заплатила 13 тысяч коммунальные. О чем мне остается кушать и лекарства. Норму закона, согласно которой потребитель сам выбирает оплачивать услуги теплоснабжения по норме потребления или по приборам учета, пока никто не отменял. Однако повсеместная приборизация – мера необходимая, говорят монополисты. 97% жилого фонда Караганды приборов учета не имеют, когда сверхпотребление тепла и воды превышают все показатели. И многомиллионные потери компании-слугодателей с каждым годом только растут. К примеру, долг теплотранзит Караганда перед Караганды-Су и энергоцентром составляет более миллиарда тенге. Эта мера связана не только с деятельностью нашей компании, но это же идет и снижение сверхнормативных потерь, и снижение нормативных потерь. Что в свою очередь может вообще в целом из себя разобраться, но может и придет даже к снижению тарифа. Оно в конечном счете придет к снижению тарифа. Если каждый будет платить, сколько он потребил, то мне антимонопольный комитет не утвердит уже норму теплового потока такую большую. У меня же будет уже реализация ограничена только той нормой, которую потребил потребитель. Сейчас местные власти разрабатывают финансовые схемы, которые помогут облегчить это бремя. Будут установлены приборы учета за счет потребителей, теплотранзита или другим способом пока не решено. Тем временем генеральный директор теплопередающей компании уже рассказывает, что в следующем отопительном сезоне возможно очередное повышение тарифа почти на 18%. При этом у компании появится прибыль и амортизационные отчисления. Монополисты уже предполагают, как распорядиться этими средствами. К слову, чтобы приборизировать весь жилой фонд шахтерской столицы, теплотранзиту необходимо более 2,5 миллиардов тенге. Если мы примем такую программу, не латать дыры на своих сетях, скажем, только обходиться аварийным запасом каких-то трубопроводов, а устанавливать приборы учета, то в течение трех лет мы, по идее, вот эту программу должны завершить. По установке приборов учета на многоэтажной жилой фонд. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Мы продолжаем выпуск. Главный полицейский области встретился с карагандинцами. В течение полутора часов горожане активно задавали вопросы начальнику ДВД региона Мергенбай Жапарову. Глава ДВД поведал населению о состоянии преступности в регионе, а также напомнил собравшимся, что в интернете работает его личный блог, куда можно обратиться по любым вопросам. Кроме того, Мергенбай Жапаров рассказал о действующем Центре оперативного управления областного ДВД. Его эффективности в охране общественного порядка и раскрытии преступлений по горячим следам. К слову, основная цель встречи – выслушать точку зрения граждан относительно деятельности ОВД области в борьбе с преступностью. И, конечно же, помочь тем, кто не может решить тот или иной вопрос. В рамках послания главы государства, как вы знаете, народу Казахстан, вот 14 декабря 2019 года стратегия Казахстан 20-50, нам вместе с вами предстоит реализовать ряд поручений. Это дневная терпимость к беспорядку. В ДВД Карагандинской области пополнение. 74 сегодняшних выпускников Академии МВД пополнили ряды карагандинских полицейских. Как их встретили в полицейском департаменте, наш сюжет. По давней традиции бывших курсантов, а ныне настоящих полицейских, поздравил начальник департамента внутренних дел области Мельгенбай Жаппаров. Тепло поприветствовали своих молодых коллег, ветераны и старшие товарищи. Теперь молодым сотрудникам в кратчайшие сроки надо будет теоретические знания перевести в плоскость реальной практики. Со своей стороны хочу отметить, что деятельность органов внутренних дел область строится в свете требований ежегодных посланий главы государства по совершенственной работе правоохранительных органов и решительной борьбе с преступностью и коррупцией. Карагандинский гарнизон готовы. Всегда мы и во всем верно стоим на страже, защищая покой в конституционном праве граждан. Им придется делать то, что необходимо городу и горожанам, но что непоногое случится в их профессиональной жизни. Но Мельгенбай Баймендинович обещал приложить максимум усилий, чтобы молодежи служилось комфортно и они смогли раскрыть свой профессиональный потенциал. Знакомство с историей рождения милиции в Караганде и закончился первый рабочий день молодых полицейских. Карагандинец, покоривший Италию, посетил родной город. Оперный певец Батыжан Смаков, выпускник Карагандинского гуманитарного колледжа, недавно вернулся из Европы. По приезду домой он первым делом навестил своих наставников, которые дали ему путевку на международную оперную сцену. На творческой встрече побывал и наш корреспондент. Родной колледж встретил Батыжана Смакова восторженными взглядами и бурными аплодисментами. Обладатель уникального голоса приехал на родную землю, чтобы поделиться со студентами своими знаниями. Как отмечают преподаватели Карагандинского гуманитарного колледжа, Батыжан при поступлении сюда не имел никакой музыкальной подготовки. Действительно, ребенок к нам пришел без музыкальной подготовки, просто закончивший среднюю школу 9 классов, имеющий, конечно, музыкальные данные, способности и самое главное желание. Он попал к хорошим преподавателям, которые занимаются, и сразу раскрыли в нем вот эти музыкальные способности. Во-первых, постановка голоса, академическое пение было поставлено на уровне. Батыжан Смаков рассказывает, что в Караганде он получил свою первую творческую базу, и с этим багажом он отправился в столицу для дальнейшего обучения. В Казахской национальной академии вокалист продолжал свое творчество, и там же впервые попробовал себя в качестве преподавателя, а в дальнейшем начал обучать и школьников. Организовал женский самодеятельный хор в средней школе номер 13 города Астаны, с которой мы успешно участвовали и победили в нескольких номинациях на конкурсе дельфийских игр. В Академию искусств Италии Батыжан попал случайно. Вокалист вспоминает, как однажды в Национальном театре имени Куляш Бейситова его заметил итальянский педагог по вокалу Алла Симоношвили, которая сразу пригласила начинающего оперного певца в Италию. Я один из немногих исполнителей в Казахстане, который специализируется, исполняет музыку барокко, музыку средневековья и ренессанса, то есть музыка возрождения. И хотя для казахстанского артиста обеспечено большое будущее в Италии, он намерен вернуться на родину, чтобы в дальнейшем жить и работать в родной стране. Нурила Туржана, Ужас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский. Международное признание театра имени Сакена Сейфулина вернулся с международного фестиваля «С победой». Конкурс под названием «Славия-2013» проходил в столице Сербии – Белграде. По состязаться в театральном искусстве приехали участники из четырех континентов – Америки, Африки, Азии и Европы. Подробнее в следующем репортаже. Пьесу казахского классика поставили на международной сцене. На театральной арене честь Казахстана защищали карагандинские актеры. Но они вышли со знаменитым произведением Ухтара Уэзова «Каракуз». Кроме того, как отмечают казахстанские актеры, им посчастливилось открыть фестиваль. И нам посчастливилось открыть этот фестиваль, потому что формат этого фестиваля таков, что экспертная комиссия назначает театр, который будет открывать фестиваль, потому что это честь. Значит, один из лучших театров, который принимает участие, имеет право открывать этот фестиваль. На сцене Белграда казахский театр пришелся по вкусу всем, так как зрители, театральные критики, а также многие представители театрального искусства из Америки, Болгарии и Румынии высоко отметили уровень казахстанского театра. Почему так получилось? Потому что сказывается профессиональная подготовка наших артистов и хорошая школа, которые прошли в стенах Академии Жургенова. То есть Карагандинский театр еще раз доказал игру соответствующим евростандарту. В своем спектакле Карагандинский театр имени Сакена Сейфулина показал традиции, песни, танцы казахского народа. Праздничная торговля. 21 и 22 марта в Караганде состоятся сельскохозяйственные ярмарки. Приобрести продукцию местных товаропроизводителей по ценам ниже рыночных можно будет в районе магазина «Юбилейный», у торгового дома «Гринмарт» на Юго-Востоке, а также в коммунальном рынке «Гасыр». 22 марта торговля пройдет по проспекту Бухаржирау в районе областного суда и у торгового дома «Гринмарт». С машин будут реализовываться пшеничные отруби. Праздник весеннего обновления отметили в средней школе номер 87. В празднике весеннего равноденствия на Урыс приняли участие родители и школьники. В импровизированном ауле дастарханы накрыты угощениями. Баурсаки, наурыз-кожи и другие национальные блюда на столах в изобилии. Ведь праздник наурыз принято угощать родных и друзей, а также прощать все обиды. Учащиеся пели казахские песни, танцевали традиционный камажай, наслаждались звучанием добры. Проводить такие праздники в канун наурыза в 87-й школе – традиция. Этот праздник уже стал не мусульманским, а как бы общим праздником всех народов Казахстана. Это радует. Все с удовольствием готовятся, дети всех национальностей. И родители очень помогают нам, как всегда, в проведении всех школьных праздников. Готовят богатые очень столы, одеваются в национальные костюмы. Молодость и мудрость сплелись воедино. Лидеры и активисты молодежных организаций Караганды накануне весеннего праздника наурыз решили нанести дружеские визиты, поздравить с праздником ветеранов Великой Отечественной войны и труда. Все подробности далее. У нас к ветеранам всегда относятся с уважением. Никогда не забываются их героические дела во время Великой Отечественной войны. Когда говорят о гражданском долге, о патриотизме, о служении Родине, всегда опираются на их подвиг. И как бы за житейскими проблемами не отодвигались те великие дела, о них помнят всегда и всегда память поколений передается молодым. Это закон истории. Без понимания собственного прошлого никогда не построить достойного будущего. Молодые карагандинцы первыми посетили ветерана Великой Отечественной войны Камали Жуматаевича Юсимбекова, участник Сталинградской битвы, кавалер орденов славы трех степеней. Он всегда был на острие всех событий региона и страны. Сегодня он с радостью общается с молодыми и сам молодеет на глазах. О своей молодости и поведал ветеран сегодняшним 20-летним ребятам. С праздником всех! Наурыз – это главный праздник нашего народа, начало нового года. Сегодняшняя молодежь – наше будущее. Я от чистого сердца благодарю вас за оказанное внимание и поздравление. Будьте счастливы! Для уважаемого ветерана прозвучали песни о молодости. Ведь казахский кюй, как степной ветер, освежает и облегчает груз прожитых лет. Дает позитивный настрой на долгие годы. С весенним праздником наурыз, дорогие ветераны! Долгих вам лет! Вы нужны нам! Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». И снова 4-2. Если стабильность – залог успеха, то Сарарка в этом явно преуспевает. Уже третий матч подряд, мол, от Приками уступают практически идентично, как по счету, так и по игре. Уверенно обыграв Пермяков в двух домашних матчах, карагандинцы, словно не покидая места дислокации, продолжили забирать матчи, но уже на чужом льду. Махо, Малюшкин и Васильев еще в первом периоде зажигали сирену за воротами Пермяков. Максим Веревкин попытался вернуть интригу, забросив на 29-й минуте. Но вторая шайба Ильи Малюшкина сняла все вопросы о победителе. В третьем периоде Владислав Ушенин установил окончательный счет 2-4, Сарарка в шаге от полуфинала. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла один из 12 финалов квалификации одиночного разряда международного турнира Sony Open Tennis в Майами с призовым фондом 4,195,000 долларов и квалифицировалась в основную сетку соревнований. В своем финале квалификации Путинцева, сеянная в отборе под 13 номером, нанесла поражение 25-й ракетки посева россиянке Нини Братчиковой 6-2, 4-6, 6-2. Соперницей казахстанки по первому кругу одиночного разряда стала еще одна победительница отбора хорватка Дона Векич. Выйдя в основную сетку одиночного разряда через ситы квалификации, Путинцева гарантировала себе 8,425 долларов призовых и 35 очков рейтинга женской теннисной ассоциации. Карагандинцев приглашают на массовые гуляния, посвященные празднованию Науры Смейрамы. 22 марта в 11.30 состоится торжественное мероприятие, которое состоится на площади Независимости. В программе театрализованное представление и концерт с участием звезд казахстанской эстрады. Также концертные программы, конкурсы и спортивные соревнования пройдут на площади Парка Победы, в парке 50-летия Казахстана и на всех площадках городских ДК. Отметим, что в эти дни будет прекращено движение автотранспорта по проспекту Бухаржирау от пересечения улиц Ленина до проспекта Нуркена-Абдирова с 9 часов 21 марта до 20.00.22 марта. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok